Итак, позавчера состоялось предварительное слушание дела Марии Мартузной, экстремистки. Вот эта девушка, которую пытаются осудить за перепост ВКонтакте. То есть, по сути дела, за картинки, которые были на ее странице. Она не одна такая. Есть еще Даниил Маркин, тоже из Барнаула, которого судят за то же самое. История тянется с Маркиным, например, уже несколько лет. Итак, давайте посмотрим, за что же пытаются посадить на 6 лет этих ребят. Мария Мартузного 23 июля 2008 года написала на своей странице «Всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я экстремистка». По ее словам, в мае 2018 года полиция неожиданно пришла к ней с обыском. Именно в этот момент Мартузная узнала, что ее обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса в оскорблении чувств верующих и также в возбуждении ненависти либо вражды. Основанием для обвинения стало, что девушка в 2015 году сохранила у себя в альбоме ВКонтакте картинки. Мемы на религиозные темы и на темы о чернокожих. Честно говоря, картинки не самые лучшие. Немножко попахивает от них расизмом. Ну вот, в данном случае, как вот это, черный юмор, как еда, не до всех доходит. Либо чернокожий парень, пишущий на доске, делающий ошибку с надписью «Черная бухгалтерия». В общем-то, как я и говорю, российский душок в этом есть, но ее как раз-таки обвиняют не в расизме, да и даже если бы, сколько ходит вокруг расистов. Ну или, например, вот эта картинка с Иисусом Христом, где он якобы говорит «Ну, кончились у меня лужайки, ваших заек девать уже некуда» и дальше матерное выражение. Вот эта картинка якобы оскорбила чувства верующих. Вот эти страницы, которые вы сейчас видите, это специальные страницы, прикрепленные к делу, которые выставила Мария Мартузная в интернет. Это когда ее мемы, вот эти картинки, должны были пройти лингвистическую экспертизу. Дальше пытались, как рассказывает Мария, состряпать это дело ни на чем. Ну, например, у нее в ВКонтакте она была под фамилией Фролова. Вот, как вы сейчас видите. И у нее стали спрашивать, почему она не выходит в ВКонтакте под своей собственной фамилией. Значит, она вскрывается, значит, она действительно занимается какой-то особой деятельностью ВКонтакте. На такие дурацкие вопросы девушка даже не знала, что ей отвечать. Потому что все это, это адский бред. Как считает сама Мария, к ней докопались вовсе не за картинок, а за ее общественную деятельность. Она неоднократно публиковала в соцсетях анонсы оппозиционных митингов, в частности Алексея Навального. Ну, а Данила Маркина, 19-летнего студента Алтайского краевого колледжа культуры, точно так же пришли в квартиру, где он живет со своими родителями полицейские. Они изъяли у него ноутбук, телефон, увезли на допрос в отдел по борьбе с экстремизмом. На него было тоже возбуждено уголовное дело за оскорбление чувства верующих. Вот за этот пост его осудили. Основным он стал самым фигурирующим в его деле. Это изображение персонажа сериала «Игры престолов» Джона Сноу, который по сюжету умер, но потом неожиданно ожил. Конкретно именно эта картинка якобы оскорбила чувства верующих. Вот что пишет сам Маркин. Год меня пытаются посадить за картинки ВКонтакте. Сегодня ровно год с тех пор, как я встал поперек горла у ФСБ. Год, как ко мне пришли с обыском. Год, как мне заблокировали все банковские счета. Что вы думаете, 30 июля 2018 года в Барнауле прошло пятое слушание уголовного дела Маркина. А теперь самое интересное. В обоих этих случаях и на Марию Матуузную, и на Данила Маркина написали донос две девушки. Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. Одни и те же девушки написали на того и на другого. По словам ребят, никто из них с этими девушками знаком не был. Никогда не сталкивались. Откуда пришел этот донос, они понятия не имеют. Интересно, что позавчера, когда было слушание Марии Матуозной, ни та, ни другая свидетельница, так сказать, на заседание суда не пришли. Одна ответила, что не получала никакой повестки, другая вообще не дает о себе знать. Это должно быть в нормальном суде подозрительно, как это так. Одни и те же дамы строчат доносы, выискивают какие-то картинки в интернете и пытаются создать проблемы для людей. Весь этот ад продолжается, дело не закончено. Одно из сообщений, которое написала Маша, звучит так. У меня все, берегите себя и своих близких, а по возможности бегите отсюда. Ну что тут добавишь? Действительно, в эту историю может попасть каждый, и никакой справедливости в суде вы, скорее всего, не добьетесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok